Ким не слишком переборчива в еде. Да, перебирать особо и нечем. Девочка шарит по всем ящикам и шкафам, но, увы, запасы провизии закончились полностью. Мам, а что на обед? Дай-ка подумать. Точно, скоро буду. Она в магазин? Стоп, а деньги откуда? Ну, а Мелия и другие планы. Отвоевать еду у пернатых. Бедная мама вышла на тропу войны. А ну, посторонись. Эти птицы только то и делают, что едят. Пора и честь узнать. Вон, какие классные крошки им перепадают. Доченька, на обед крутоны. Перуем. Хлебные крошки. Какое объедение. Обед с богатой мамой не столько про еду, сколько про общение. Шикарный ресторан. Уже не роскошь, а обычные будни. Под вкусное блюдо и приятную музыку так приятно обсудить свежие сплетни. Ага. У Мелии секретов от мамы нет. Они же подружки. Разговор увлекательный. Даже есть некогда. А блюда все выносят. Неужели придется все это паковать им с собой? Но официантка зря переживает. Богатая семья просто расплачивается по счету и уходит. Разумеется, Эмили не забывает о щедрых чаевых. Золотые клиенты. Приходите почаще, всегда рады. Оказывается, бедность – не главная проблема Ким. Мамочка, он меня бросил. Бросил меня, представляешь? Материнское сердце не может видеть, как страдает ребенок. Не плачь, милая, он еще пожалеет. Притом, скорее, чем ты думаешь. Амелия выслеживает бывшего бойфренда и вызывает его на разговор. После такого строгого выговора у Райана не остается выбора. Стучи скорее и без глупостей. Мама всегда доводит дело до конца. Прости, Ким, я был неправ. Девушка не верит своим глазам и сразу забывает все обиды. Но мама-то все помнит. Еще раз обидишь ее – пожалеешь. Я слежу за тобой. Богатые тоже плачут, особенно когда их бросают парни. Дочь в слезах? Что случилось? Мама, у него другая. Смотри. Не плачь, детка. Сейчас мамочка все решит. Ох уж эти подростки. На свете еще так много других парней. И некоторые из них уже готовы соревноваться за сердце богачки. Эмили устраивает настоящий кастинг. И кажется, план сработал. Глаза дочки горят, расставание забыто. Ну как тебе этот молодой человек? Нет, этот не годится. К выбору нового бойфренда Мелисса подходит серьезно. А это еще кто? Что за детские фокусы? Такого разве что в качестве аниматора на праздник. Следующий. Ну как тебе? Все бы ничего, но его носки? Мама, пусть он уйдет. Ты права. Инфантильный юноша нам не нужен. Никто не может покорить сердце девушки, пока не появляется он. Довольно состоятельный, перспективный, симпатичный. Красивый, как сын маминой подруги. Какая славная пара. Богатые детки – серьезные проблемки. Это не телефон, а какая-то черепаха. Надоело. Какой-то гаджет не должен расстраивать дочку богатой мамочки. Деточка, выбрось, вот тебе новый. Ну и удивить богатенькую девчонку не так просто. Что? Двенадцатый айфон? Я что, нищая? Мама и правда поторопилась и все перепутала. Ой, точно, вот твой. Это я купила домработница. Вау, версия двенадцать про? Ну, теперь ведь другое дело. Спасибо, мам. Но больше так не шути. Пустой кошелек – ни повод не порадовать любимую дочку. Оно звонит. Малышка будет счастлива. А вот и Ким. Нужно спрятать сюрприз. Мама, телефон сломался. Как быть? Надо же, материнское сердце опять не подвело. Выбрала такой уместный подарок. Слезы в сторону. Ведь теперь у тебя есть суперкрутой новый гаджет. Такого Ким от мамы не ожидала. Хорошо, хоть не таксофон притащила. Какой ужас. Но виду подавать нельзя. Мамуля-то чудо. И еще и мой любимый цвет. Который так круто будет смотреться в дальнем углу комнаты. Смотри, он отлично работает. Чем тебе не гаджет для связи? Как этим пользоваться вообще? Алло, алло. Это прошлый век. Ответьте. Нет, ничего лучше, чем получить сообщение от него. Он приглашает меня на свидание. Мелисса готова пищать от восторга, но не время для бурной радости. Надо наряд выбирать. Ким тоже была бы не прочь вылезти из джинсов и старого свитера. Вау! Мамочки, да это же платье моей мечты. Жаль, только его уже купила другая. Да и денег на одежду нет. Что? Зато есть идея. Дочь, все будет. Надо только немного подождать. Ага. Тем временем Мелисса почти впадает в истерику. Полный шкаф вещей, а надеть нечего. Ну что за жизнь? В бешенстве она выбрасывает вещи в окно. Ага. Где их уже готова ловить, бедная семья? Ага. Это же самый настоящий платьевый дождь. Я сплю? Хватай все скорее и беги домой. Ай! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. О да, у нас теперь куча новых вещей. Бедняки счастливы. А вот у Мелиссы еще немного и будет нервный срыв. Мне нечего надеть! Рыдание дочки слышит мама. Деточка, вот тебе деньги, купи что-то. Но деньги уже не помогут. Придется маме решать проблему самостоятельно. А что скажешь теперь? Новый гардероб? Это уже поинтереснее. Ммм, какое красивое платьице. Это еще тоже ничего. Может розовое? Нет, сегодня я буду блистать. Зрение нужно проверять регулярно. Хорошо, что колледж проводит бесплатные проверки. Иначе Ким и не узнала бы, что она почти крот. Мама пытается подсказывать, но врач замечает проблему. Дочке нужны очки. Купить их не за что, но бедная мама и не из таких ситуаций выпутывалась. Не можешь купить? Нарисуй. Эй, что вы делаете? О, Ким, как тебе идут новые очки? Спасибо, доктор, вы нам очень помогли. А кто бы теперь помог доктору разведить это? Богатство не гарантия хорошего здоровья. Мелисса обследуется регулярно, но зрение все равно подводит. Юная леди, увы, но без очков никак. Только нет. Модель, прощай, личная жизнь? Мелисса готова впасть в депрессию, но у мамы уже есть решение. Моя детка будет носить только лакшери аксессуары. Очки с драгоценными камнями? Блестки, бренд, дорогая права. С таким набором Мелисса согласна на плохое зрение. Гирлянда из салфеток. Праздничный костер. Бочки вместо столов. Хорошая мама не оставит ребенка без праздника. Даже если денег на вечеринку в обрез. Сюрприз! С днем рождения, Ким. Ким счастлива. А теперь главное угощение. Горячий чай. Подставляете стаканы. И ничего, что пакетик один на всех. Главное – компания. А вместо торта – пирожное со свечкой. Скорее загадывай желание. День рождения бесшумной вечеринки? Неа, не слышали. От закусок трещат столы, напитки льются рекой, а гости сбивают ноги на танцполе. И это все для нее. Главные звезды вечера. Танцуй, детка. Сегодня твой вечер. Ммм, жвачка. Еще пригодится. А сейчас время чайпития. Похоже, у Ким проблема. Мама, мне нужны патчи. Посмотри на эти темные круги под глазами. Зачем тебе это? Из чайных пакетиков получаются отличные патчи. Отжимаем чай и прикладываем под глаза. Натур-продукт. Дешево и качественнее в сто раз, чем эти ваши пачки. О, жвачка. А какая идеальная после нее кожа. Ага. Вот это утро, я понимаю. Куда дальше, ма? Понравилось видео про богатую и бедную мам? Какая мама понравилась тебе больше? Напиши об этом в комментарии. Ставь лайк, подписывайся на наш канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые скетчи о разных мамах на канале Трум-Трум Селект. Субтитры сделал DimaTorzok